Вопросы с человеческими вопросами 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 социальной психологии? Я считаю, что это отдельная особая культура. Отношусь к этому... Ну, только не надо это прочитывать буквальным образом-то. Ну, это что ж? Мы же не про это, это же совсем про другое. Это такой отдельный код, отдельный язык. И русские умудрились придумать такую невероятную вещь, потому что такие вещи есть и в других языках. Я, к сожалению, по-моему, это в словацком языке, если я не ошибаюсь. Даже не знаю, можно ли это назвать языком, скорее в культуре. Там вообще такая иерархия. Когда начинают материться, то они, значит, начинают чуть ли не богохульство как бы с самого верха, а потом так долго-долго-медленно спускаются вниз и уже прикладывают того, к чему... Но почему вы считаете, что все-таки именно в русской культуре действительно мат занял такое положение, ну, фактически контр-культуры, тогда как в других культурах, ну, слова табуированные, они ну, как бы они осваиваются цивилизацией через какое-то время и уже не несут такого, ну, ругательного оттенка, да? В русском языке представить себе мат частью, там, скажем, телевизионной речи, ну, очень трудно. Ну, ну что, ну, какие-то культурные запреты есть, но я не думаю, что я на самом деле тот человек, который должен отвечать на этот вопрос, потому что это серьезный профессиональный вопрос, и его нужно было бы задать... А, я знаю, кому Борис Андреевичу Успенскому, известному филологу, одному из. Я думаю, что Юрий Михайлович Лотман вполне бы отвечал, хотя сам он не пользовался, кстати говоря, этим языком, но наверняка знал. Это вопрос к серьезному этнологу и культурологу. Это серьезный научный вопрос. Как бы, как так вышло? Во всем, что это не шуточки, это понимаете, когда стоят мужики перед... пьют пиво посреди улицы и в качестве междометий через каждое слово вставляют эти слова, это ведь другое, мы же не про это говорим. Мы не говорим про мусор языковой, мы говорим про какой-то необыкновенный ход такой вот создания как бы такого параллельного языка, вот это интересно. Параллельный язык абсолютно выразительный, при этом очень скупой в количестве там этих лексических единиц, но выражающий практически всю гамму человеческих эмоций. сложнее. Да, это интересно. Это интересно. Вещи это действительно, ну вот я не знал про словацкий, но наверное, но я не знаю больше каких-то примеров таких. Нет, есть в некоторых языках мира, это есть, но я повторяю, это для этого лучше вам, если такая тема вам интересна, лучше просто позвать людей, которые могут компетентно ответить, которые этим занимались.